Ну а Япония готова внести поправки в девятую статью Конституции. Если большинство депутатов поддержит решение Кабинета министров, то Япония расширит использование сил самообороны в военных действиях, в том числе за пределами своей страны. И сегодня документ направлен в парламент, подробнее расскажет Айгириму Розалиева. Так называемое право на коллективную безопасность может быть использовано, если какая-либо из стран, дружественная Токио, подвергнется вооруженному нападению и если эти нападения угрожают самой Японии. Девятая статья Конституции, которая гласит о полном отказе от войны, принята в мае 1947 года. 68 лет Япония вела политику пацифизма и всячески сопротивлялась участию в международных конфликтах. Сегодня страна готова принять историческое решение, которое, как заявил премьер-министр, направлено исключительно на обеспечение безопасности гражданам Японии и поддержание мира во всем мире. Те, кто безответственно заявляет, что данный законопроект военный, рассуждают неправильно. Мы должны уменьшить риски нападения на Японию. Эти законопроекты позволят нам быть готовыми к защите жизни японцев и нашего мирного существования. Несмотря на стремление правительства защитить народ от внешних угроз, нашлись противники нового законопроекта. Несколько сотен женщин прошли по центральным улицам Токио, выражая свой протест. Законопроекты также дают право использовать оружие для защиты приграничных территорий. Поэтому изменения в политике национальной безопасности Японии насторожили другие азиатские страны. МИД Кореи и Китая выразили надежду на развитие мирных отношений и прозрачность со стороны соседа. Мы надеемся на то, что Япония извлекла уроки из своей истории и будет развиваться по мирному пути и предпримет больше положительных шагов для обеспечения мира, стабильности и развития в нашем регионе. Пакет с поправками в Конституцию сегодня поступил в парламент. Эксперты не сомневаются, что законопроекты получат одобрение депутатов, поскольку правящая коалиция имеет большинство в обеих палатах законодательного органа.